здравствуйте мои любимые зрители огородники и садоводы обработка кустов смородины до любых других кустов том числе и деревьев сейчас осенью это важнейший этап потому что если сейчас не избавиться от болезни и вредителей то на следующий год можно остаться без урожая обрабатывая свои растения на огороде осенью два раза первый раз это до падения листвы и второй раз это искореняющий обработкой после опадения листвы и еще важный момент если вы на листьях смородины после сбора урожая вот сейчас осенью заметили какое-либо заболевание или увядание листвы не стоит дожидаться пока листья сами опадут надо их оборвать это позволит смородине максимально направить все силы на подготовку к зме обработать кустики можно раствором мочевины это 300 грамм мочевины на 10 литров воды хорошо перемешиваем до полного растворения и опрыскиваем вечернее время по листьям по веткам и землю под кустами раствор мочевины выжигает споры болезни на стволах и на опавшей листве а также убивает личинки насекомых и самих вредителей для искореняющей обработки поздней осенью до заморозков берем 500 700 грамм мочевины на 10 литров воды также можно обработать смородину железным купоросом это отличное средство при безболезненной коры железный купорос убивает лишайник борется с раком коры и уничтожает насекомых для ранней осенней обработки берем 200 грамм железного купороса на 10 литров воды а поздней осенью перед заморозками берем 500 грамм железного купороса на 10 литров воды а можно обработать таким препаратом как те виджет этот препарат сочетает себя свойства фундицида и акарицида а также микро удобрения то есть с одной стороны этот препарат является фунгицидом для борьбы с мочнистой росой и других заболеваний широкого спектра действия а с другой стороны обладает акарицидным действием против различного вида клещей и множество разных вредителей обработку те видом джет проводят ранней осенью сентябре в теплую погоду теплую погоду он работает быстрее и эффективнее причем не рекомендуется смешивать его с другими пестицидами так вот для приготовления раствора берем 60 грамм киевита джет и растворяем небольшом количестве воды затем добавляем воду до 10 литров раствор очень быстро высыхает и не смывается осадками поэтому прилипатель мы не добавляем его необходимо использовать сразу после приготовления он не хранится обрабатываем рано утром или вечером безветренную погоду этот препарат безвреден для человека животных и пчел и можно обрабатывать весной и летом по овощам и фруктам но дозировка уже боги другая 20 или 30 грамм киевита джет до 10 литров воды этим препаратом можно обрабатывать любые растения особенно виноград от мучнистой росы или любые другие овощи или фрукты этот препарат не требует длительного периода ожидания уже буквально через день можно собирать виноград комментариях делитесь своим опытом и советами всем удачи хорошего настроения и до новых встреч